Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Всем добрый вечер на волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. И сегодня наш гость Андрей Школьников, геостротег, корпоративный стратег. Андрей Юрьевич, приветствую. День добрый. Ну что, начнем с нашей любимой темы. Это тема Украины. Тут интересные опросы публикуют. И выясняется, что заложенный побеждает Зеленского по этим самым предварительным опросам. По крайней мере, многие люди на Украине считают, что из заложенного может получиться интересный для них перспективный политик. Как вы оцениваете заложенного именно как политическую фигуру? Ну, мы сейчас переходим в пространство. Как мы можем оценить Хавьера Милея в Аргентине с точки зрения как политика? Да никак. По бензопиле. Да, то есть это человек, который, в принципе, мы изначально понимаем, ничего не сможет сделать. Здесь ситуация ровно такая же. То есть мы наблюдаем ситуацию. Давайте выберем швейцара в лифте, который будет нажимать на кнопки и возить его вверх. Сможет ли он увезти нас в космос? Нет. Сможет ли он в этом лифте переехать в соседний город? Тоже нет. То есть коридор возможностей настолько минимальный, что вне зависимости от того, кого выберут, уже ничего не изменится. То есть точки невозврата пройдены. Рычагов влияния на ситуацию ни у кого нет. Какой бы сейчас гений не пришел, эту ситуацию исправить он не сможет. Просто потому что даже для перехвата рычагов управления минимальных потребуется очень много времени. Несколько кварталов, а то и лет. Договориться, здесь сдать, здесь упустить, здесь попытаться выстроить коммуникацию. Никто же на слово теперь не верит. То есть фактически им надо, чтобы хоть как-то что-то выжить, сдаться, капитулировать. Причем выторговать себе хоть что-то. Но их будут давить Запада, что ничего этого делать нельзя. Плюс с нашей стороны нет веры. Поскольку все прекрасно помнят всю предысторию. И доказать, что тебе можно доверять, тоже потребуется много. Поэтому это уже ни на что не влияет. То есть все точки бифуркации, все точки невозврата давно пройдены. Позвольте я тут с вами поспорить. Залужного считают все-таки креатурой американцев. Причем связывают его больше именно с крылом республиканцев. Отсюда и версия, что Залужный ушел пока на информационное дно в ожидании победы Трампа. И вот Залужного некоторые аналитики считают как раз-таки договороспособным персонажем на Украине. А ему в противовес. Есть Буданов, креатура Великобритании, который как раз-таки только вперед до последнего украинца. Вы не согласны с таким разделением кандидатов? Знаете, вот в сортах, видах можно пытаться разобраться. Но мы прекрасно понимаем, что для менталитета той политической культуры, назовем так, политического украинства. То есть это не этническая характеристика, это именно политическая культура. Характерно все, что угодно. Как злые языки говорили, что некоторые товарищи, которые... Ну, я даже просто затрудняюсь сказать, чтобы в эфире вот эти слова не говорить. Который, ну, скажем так, один из олигархов, который в свое время привел Зеленского к власти. Который вот это вот все... Да, да, да. Что он активно очень пытался выстраивать в свое время коммуникации с Москвой. И все прекрасно понимали, что если бы ему дали просто знак того, что да, все, можно договориться, можно быть прощением, он бы, как с вами рассказывал один очень хороший политолог украинский, сказал бы, что стена плача является кремлевской стеной, а красные звезды – это обрезанные шестиконечные звезды, поэтому надо ехать туда и, собственно говоря, рыдать и припадать к той стене. То есть мы понимаем, что выгода и принципы для многих людей там – это очень разные вещи. И абсолютное большинство из тех, кого мы называем, и, я думаю, Залужный, и Буданов, и все, кто там есть, вот эти экстремисты, теористы, которые называются... Если бы им только дали минимальный шанс на прощение, объяснив, что нужно сделать, и они поняли, что они успеют перебежать из точки А в точку Б, и их не пристрелят, приставленные к ним охранники, они бы сейчас побежали. Просто побежали бы. Но им, во-первых, не дают такого шанса, во-вторых, они прекрасно понимают, что охрана к ним приставлена не просто так, и это может закончиться очень плачевно. Поэтому они вынуждены идти в той колее. Да, я думаю, ну, давайте понимать, у каждого из них есть родственники, есть друзья, есть там одноклассники, которые еще с советских, постсоветских времен все были вместе. И при желании наверняка многие из них пытались уже выходить на наши спецслужбы с предложениями сдаться, с предложениями как-то красиво сделать. Но мы все прекрасно понимаем, что не всем можно доверять. Я думаю, рассудили правильно, плюс пообещать можно все что угодно. А ты что-то сделаешь? Или будет очередной сиделец, который умыкнет несколько миллионов долларов, будет сидеть где-нибудь в южном городе России и рассказывать потом, как его неправильно понимали, и что вот про все это забудьте. Тут еще важный момент. Зеленский после отставки Залужного, несмотря на то, что он публично под камерой вручил ему там какие-то награды, грамоты и прочее, мы понимаем, что идет большая очистка в рядах вооруженных сил Украины. И Зеленский, в общем, это анонсировал. И сейчас он опять анонсирует некие новые кадровые там решения, не говорит, какие. И опять же, у некоторых аналитиков есть серьезное предположение, что Зеленский откровенно тупо боится операции условно Валькирия, когда была неудачная попытка покушений на Гитлера. Вот что Зеленский реально опасается, что в рядах военных есть те, кто хочет, извините меня, грохнуть в обход того спецназа британского, который Зеленского и охраняет. Как вы к этой версии относитесь? Ну, это более чем вероятно. Плюс давайте не забывать анамни с точки зрения психоактивных веществ, с точки зрения психических расстройств, которые видны, что и параноидальная симптоматика, и все, что угодно там будет присутствовать. Плюс для этого есть реальные основания. Поскольку на постоянно сжимающейся территории постоянно проблемные, все равно каждый из них прекрасно понимает, что выжить смогут небольшое количество. Тех, кого будут поддерживать. Мы помним Белую гвардию, мы помним, собственно говоря, штаб германский, который уезжает, и с ним тут же убегают отдельные товарищи, собственно говоря, с этого начинается роман Булгакова. Так оно и есть. Не всех возьмут. Не все договорились. Поскольку договориться же нужно не просто, чтобы тебя пустили. Договориться нужно, чтобы признали все деньги, которые наворовал и вывез. Чтобы приняли семью, приняли родственников. То есть это вот такой табор должен перевести. Если табор не перевозится и понимается, что время для этого мало, нужно сделать что-то, чтобы стать ценным. Поэтому да, конечно, они будут дергаться, будут пытаться сделать. Плюс если это еще, ну как бы они являются фигурами, которыми начинают играть внешние игроки, там инстинута самосохранения не будет. Команду дадут, и они побегут. И тот же Зеленский прекрасно понимает, что решение принимать, например, будет о том, будет ли какая-то попытка переворота или нет, будет не конкретные там залуженные и некоторые военные, а люди, курирующие с той стороны. И как они захотят разложить этот пассианс, как они захотят сделать эту партию, никто не знает. И да, то есть, собственно говоря, то состояние психическое, четкое понимание невозможности что-то исправить на среднем даже сроке, то есть что ситуация уже не вышла из-под контроля, да, она приводит к тому, что они должны делать чистки, и они их делают и будут делать. То есть тут ничего не сделаешь. Тут логично. Крамольную вещь спрошу, но не могу не спросить, тем более мы косвенно эту тему с вами затронули. Вы сказали, на мой взгляд, вполне разумную вещь, что перестановки мест слагаемых суммы на Украине не поменяется, и не важно, там, Зеленский, Залужный, или еще экстремист Арестович. Правильно же я вашу мысль поняла? Абсолютно. Можно сделать только хуже. Да, но тут возникает вопрос. Но на территории России сейчас действительно находятся некие политические фигуры из Украины. Я уже беру не Януковича, прости господи, да, хотя тоже как фигура он есть. Но есть другие фигуры, там, я не знаю, Азаров, там, Медведчук, там, ну и разные прочие. Как вы считаете, а у этих фигур, давайте даже без персоналей в целом, которые находятся в России, у них хоть какой-то шанс есть ворваться на просторы незалежной все-таки, да, и взять каким-то образом власть под свое крыло? Минимальный, и он все меньше и меньше, и слава богу. Поскольку это начинается проект хороших украинцев с попытками объяснить, давайте вернемся обратно в тринадцатый год, вы дадите нам эту территорию, не будете к нам лезть, будете нам давать деньги, а мы там что-нибудь наведем порядок. То есть ровно эта же история, мы проходили. Собственно говоря, если их речи послушать, они не понимают, что, собственно, точка невозврата для Украины как государства пройдена, что фактически то, что мы наблюдаем, ну как можно сейчас провести деноцификацию, не связывая ее, как разделить деноцификацию и деукраинизацию, просто там даже это надо откатывать, ну тот же украинский язык нужно откатывать к полтавскому диалекту еще восьмидесятых годов, то есть вот, и вот это все. И мы когда начинаем смотреть элементы, мы начинаем смотреть то, что очень многие люди, которые сейчас являются политическими украинцами, они в случае проигрыша, когда это произойдет, вспомнят, что на самом деле по крови-то они русские. У них одна бабушка украинка, другая бабушка русская, соответственно. И они просто начнут говорить, что а мы были победителями. И Россия им этот шанс дает. Россия сейчас дает очень много на самом деле. Россия дает возможность местному населению стать частью победителей. Забыть то, что было, сказать, что мы были, условно говоря, захвачены, оккупированы, и если нет крови, то через несколько лет большая часть того, кто есть, будут говорить, что они русские, что они всегда были за Россию. Если наша, собственно, контрразведка скажет, что да, действительно, они чисты, вопросов ни у кого не будет. Это такие шансы, как правило, не дают. То есть это, ну, сверх выгодное предложение, очень редкое. Согласна здесь. Давайте сделаем небольшую паузу и после нее продолжим. Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Сюда с нами Андрей Школьников, геостротег, корпоративный стратег Андрей Юрьевич. Не хотела поднимать эту тему, но как-то она, знаете, органично поднимается в ходе нашей с вами беседы. Политическое украинство – действительно очень важная история, и не могу не спросить про наши новые регионы, тем более у нас на носу президентские выборы. В российском обществе, нашем большом, ведется, по сути, такая дискуссия, условно ее можно разделить на две стороны. Одни говорят, послушайте, мы с уважением относимся к людям, кто вместе с новыми регионами стали частью России, да, но пока не время давать им управление. Давайте в новые регионы отправим, ну там, не знаю, наместников из каких-то других глубинных городов России. Другие говорят, нет, ничего подобного. Это новые регионы, это их лидеры, они и должны управлять новыми регионами. И споры ведется очень ожесточенно, тем более, повторюсь, у нас выборы. Как вы это уравнение решаете? Первое, что нужно четко разделять, простое население и тех, кто пытается ими управлять. То есть, когда начинается такой, ну назовем, давайте жестко назовем бытовой шовинизм с рассуждением, а почему, например, люди приезжают на территории, которые исторические, как бы, ну, России, которые не присоединенные, и начинают, им ставят в очередь их более привилегированные, там, как-то в институты поступать, образование. И начинается возмущение, как так, почему? Да потому что эти люди годами жили в условиях Донбасса под бомбежкой, потому что эти люди потеряли практически все, и они наши. Это мы все. Нет их и нас. Это уже все мы. То есть, мы должны, грубо говоря, тех людей, которые там живут, которые находятся, воспринимать как своих. Не должно быть этого разделения. Не должно, но оно есть, Андрей Юрьевич. Вот надо с этим бороться, надо с этим бороться, надо четко понимать, что есть презумпция невиновности. Если контрразведка человека проверила и не нашла в его действиях дослуживающего преступления, значит, вопросов к нему не должно быть у простого населения. У нас нет права осуждать людей. Люди очень много потеряли, и вот это нужно четко понимать. Вот от бытового вот этого шовинизма нужно избавляться, просто потому что им в разы хуже, и это уже мы. Смотрите, тут с вами, давайте так, определенная часть российского общества поспорит, в каком ключе. Что касается донецких, тут, я думаю, вопросов нет никаких. Люди пролили очень много крови, очень много лет под бомбежками киевского режима и прочее, прочее. Возьмем Запорожскую область, которая до начала СФО, в общем, была как бы частью Украины. Возьмем город Бердянск, который в этом смысле пороха не понюхал, и я рада там за людей, я была в этом городе, и я ничего подобного им не желаю. Но возьмем Бердянск, Мелитополь. Мы понимаем, что количество спящих, наводчиков, корректировщиков и прочих-прочих, если уменьшается, то, знаете, не особо сильно. Нет-нет, да проскакивает новость, что то какую-то взрывчатку заложили, да, то какую-то информацию украинской стороне передавали. И вот речь, скорее, идет про вот эти новые регионы, не про Донецк, а, например, про Запорожье. У нас сейчас очень жесткий фильтр идет именно по линии контрразведки. Люди, которые залетают, например, через Шереметьево, но ставили просто очень узкие каналы, залетают по украинским еще документам, то есть или подают документы здесь, очень внимательно отслеживают. И всех, кто под минимальным подозрением, фильтруют жестко. Вплоть до того, что берут, останавливают телефоны, смотрят там на соцсетях и, не дай бог, там находят переписку с какими-нибудь родственниками с той стороны, где есть рассуждение о том, что человек чем-то недоволен. То есть давайте четко понимать, у нас, у простого населения нет права свершить суд. В принципе, нет. Конечно, только правоохранитель и органы. Вот поэтому, да, контрразведка, да, подавать сигналы, но не пытаться принимать решения. Вот это я называю бытовым шовинизмом, то есть когда мы фактически всех людей мажем одним черным цветом, не понимая, что большее из них, ну, во-первых, большее из них часть – это люди, классические обыватели, которые просто хотят жить, моя хата с краю. Какая будет власть, они под такую власть подстроятся. Задача органов – проверить, чтобы на этих людях не было действия. Вот если они встроились, если органы говорят, у нас к ним нет вопросов, значит, у общества к ним вопросов не должно быть. В конце концов, у нас были периоды, когда та же фашистская оккупация в Советском Союзе еще была, когда территории были, эти системы были отстроены. Проверяли. Сейчас все много проще. Сейчас все соцсети были скопированы в самом начале еще, или даже перед началом спецоперации. И найти по человеку информацию, посмотреть по его перепискам и много еще чего, труда не составляет. Давайте понимать, что настоящих законспирированных, которых готовили спецслужбы Британии, мы не выловим никогда, ну, как обычный гражданин. Как обычный гражданин, спецслужбу ловят. Как гражданин, они наоборот будут прятаться, они будут прятать правильный вид. А вот те, кто, грубо говоря, люди, которые чисто эмоциональны, которые находятся в стрессе, которые находятся под воздействием всей ситуации, которые все потеряли одномоментно, то есть там разрушено и жилье, и непонятно как, они в стрессе. Они много чего могут. То есть тут просто нужно понимать, что аккуратно, не навредить. Да, нужно не терять бдительность, вот в никаком разе. Бдительность максимально должна быть. Но не мазать людей изначально черной краской. Я с вами согласна, что, конечно, очень плохо, очень плохо, что у нас сегодня, в принципе, есть вот разделение, да, так, новые регионы мы их называем, ну, и там, некая континентальная Россия. Я сама эту тему неоднократно поднимала в эфирах, но все-таки имеем ту реальность, которую имеем. Мы не можем ее игнорировать. К сожалению, на сегодняшний день это разделение есть. У вас, может быть, есть какой-то рецепт, как нам быстрее его преодолеть, вот этот разрыв. Не могу сказать, что он большой и катастрофический, но он есть, и он имеет тенденцию к расширению и к сужению. Какие меры надо предпринимать, чтобы скорее этот шов исчез, разлом? Убрать эмоциональную накачку, вот это вот украинство, зрадоперемоги, которую у нас тоже пытаются маркировать. Язык ненависти убираем, который вот есть везде. Просто вот он периодически проскакивает, телеграм-канал их постоянно. Даже если это враг, даже если люди с той стороны воюющие, но, друзья, это такие же русские люди, они точно так же воюют, просто вот так вот по крови. То есть, как бы, да, они затуманены, они обмануты, они отказавшиеся от родства, но давайте уважать противника. Уважать врага. То есть, как бы, ну, не надо переоценивать, потому что есть примеры, когда приезжают люди, фактически, вот они вот, контрактники приезжают, и вот начитавшись всего этого, говорят, рвутся вперед, сейчас мы все сделаем. Сейчас мы вот всех, ребят, там тоже, ну, как бы, и люди гибнут просто потому, что вот эта вот шапка закидательства. То есть, не нужно этого. С другой стороны, мы не должны становиться, понимаете, долгое время говорили, что Украина становится не Россией. Вот у нас сейчас пытаются Россию сделать не Украиной. То есть, понимаете, у нас Россию пытаются сделать не не Россией. То есть, два отрицания России, получается что-то жуткое. Вот так вот, если смотреть, мы не должны потерять себя. Вот самое страшное в таких условиях, ну, для русского человека, милосердие выше справедливости, по значимости, по вот тому, что есть. И мы себя начинаем в этом терять. То есть, мы перестаем быть собой, мы становимся кем-то отрицающим, отрицающих нас. Вот очень аккуратный момент. И вот, аккуратно с языком ненависти всегда можно раскачать, всегда можно сделать. И краткая ремарка, с чего мы начали, по поводу властей, собственно говоря, местных. Давайте четко понимать, все местные власти, которые сейчас вылезут наверх, в своем большинстве, это люди, которые уже были у власти, которые были при всех властях, тупо приспособленцы. И вот мы сейчас приходим и этих же ставим. Ну, давайте, вот у нас террорист-экстремист, вот вспоминали вы Арестович, я не помню, кто он там проходит, его сейчас делать рупором, который будет рассказывать местным одурманенным русским новые идеи. Так нас спросят, ребята, вы издеваетесь? Он нам тут врал вот этого, он при всех был, и вы опять его же? Никой мрази. То есть, по-хорошему, сейчас должны быть приезжать варяги из регионов, а те из местных, кто могут, собственно говоря, управлять, к такому нету, вот этой вот, их перекидывать в регионы внутри России, и, проще говоря, политическую культуру им ставить нормальную. Поскольку у этих ребят, у них даже понимание, то есть, они искренне уверены, что везде можно со всеми договориться. Ребят, в России по-другому, в России есть правила, жесткие. Подождите, Андрей Юрьевич, вы меня запутали, потому что вы правы, мы с этого начинали, я вас об этом спросила, и вы так пламенно сказали, что не надо делить людей, не надо маркировать, приводили пример Донецка, и я из вашей речи поняла, что вы как бы не против, чтобы в новых регионах были местные как бы политики. А теперь вы говорите, а да, вот теперь как бы с ног на голову. Да, про простых людей мы говорим, не нужно бы того шовинизма, про людей, которые хотят делать политическую карьеру, которые хотят управлять, которые опыт получали еще в той, называется, при той власти, при тех властях, которые про партии регионов, и вот при том, что было после этого, они находили себя, большая их часть, вот этих людей, ну как у нас, когда Крым, было воссоединение Крыма, то офицеров, там, адмиралов, которые были с Черноморского флота, украинского, их не взяли сразу, не оставили в Черномор, то есть они перешли на нашу сторону, их не оставили в Крыму, их перевели на Тихоокеанский флот, на Северный флот, и они там несколько лет работали, служили, становясь частью фактической культуры, и только потом их сейчас вот начали возвращать, вот должно быть. А с другой стороны, понимаете, учитывая, что местное население в новых регионах, как мы их называем, да, ну давайте, чтобы было всем понятно, о чем идет речь, я опять же, не Донецк, Донецк исключение, Мариуполь, то есть вот действительно самые новые регионы, которые стали частью России в ходе уже СВО за последние два года. Может быть, это такой жест доброй воли со стороны Москвы, что, ребят, послушайте, вас никто не оккупирует, нет никаких там гуляйтеров, как вам рассказывают, вот, пожалуйста, ваши же политики, собственно, остаются вашими политиками. Может быть, Москва боится, что если она будет засылать там в условный Бердянск или в Мариуполь человека из Питера, там условного Беглова или Собянина, что тогда население местное будет считать, что нет, это оккупация и поддаваться на украинскую пропаганду. Выбор не из хорошего и плохого, из плохого и очень плохого. Вот оставить тех же самых людей, которые были приспособленцами под все власти, которые пристраивались, которые там, шлейф местный это все это знают, на мой взгляд, намного хуже, чем прислать на какое-то время варяга, а потом через несколько лет человека, который уже встроился в российскую систему менталитетом, вернуть обратно уже управленцам, опытным и нормально работающим. Вот я думаю, выбор из плохого очень плохого, выбор плохой. Убираем местные, которые коррумпированы, которые пристраивались ко всем властям, пытаемся вырастить новых. Новое поколение должно быть, но старых мы только хуже сделаем. Поняла. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим. Фридрих Шоу в главной роли Мадана Фридрихсон при участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Андрей Школьников, геостротек, корпоративный стратек. Сегодня наш гость, слушайте, поднимали очень важную, очень сложную тему. Да, дела наши внутрироссийские, но которые касаются новых регионов. И чтобы уже как бы завершить логически эту тему, я не просто так несколько раз повторила, что у нас на подходе президентские выборы действительно важнейший такой этап в жизни страны, тем более Россия сейчас в сложном находится положении. Вот, Андрей Юрьевич, вы ожидаете каких-то серьезных провокаций в новых регионах под даты выборов? Они будут, они будут проходить в любом случае, поскольку все, что остается сейчас киевскому режиму, это устраивать различные провокации. И террористическая ситуация, обстановка будут ухудшаться, поэтому, да, конечно, все, что могут, будут делать. Но давайте четко понимать, что и наши органы тоже прекрасно это понимают и будут готовиться. Поэтому я не жду каких-то ярких моментов, все будут максимально мобилизованы, то есть как бы тут ситуация будет, но количество попыток будет очень велико. И еще такой тоже важный момент, мы с вами косвенно это затрагивали, вы сказали, нам надо дружно снижать язык ненависти в информационном поле. И тут, естественно, автоматом мысль меня, по крайней мере, уводит к так называемым, давайте так, турбопатриотам, ура-патриотам, в кавычках, как их называют в интернетах. Это действительно определенная прослойка россиян, в их числе наверняка есть цепсошники, выдающие себя за патриотов России, но в их числе есть действительно люди, граждане России, любящие Россию, просто выражающие эту любовь, вот воплями всех на кол, каким-то скорблением в адрес украинцев, неукраинцев и прочее. Что нам делать с пьяным матросом, да, цитируя экстременагента БГ, как нам действовать с этими рассерженными ура-патриотами, турбопатриотами? Это ведь не то же самое, что так называемые либералы в России, с ними сложнее работать. Есть хороший образ маленькой психиатрической больницы. Хороший образ так. Да. 90% населения живут замечательно, не испытывают никаких проблем, то есть они пристроились к этой обстановке, и это все происходит фоном. Наше общество, государство смогли сделать так, что, несмотря на происходящее действие, большая часть населения живет как жило, и мобилизация происходит плавно, постепенно. То есть нету ситуации шоковой терапии, когда большая часть, как бы многие просто не могут себя найти в жизни. То есть это оказалось очень верно и правильно, просто потому, что с той стороны ресурсы, запасы оказались меньше, и, ну скажем так, мы не сломали, то есть как потом это все восстанавливать, то, что сломали в порыве дурного энтузиазма. Но есть некий процент людей, которые всегда будут недовольны, которые всегда будут дергаться, которые будут кататься на этих эмоциональных качелях, и есть люди, которые формируют эту эмоциональную накрутку. Как работает с такими людьми государство? Ну, эти люди искренне уверены, что они там четвертая власть, сейчас они кричат, это кому-то интересно. Мне всегда радовало, когда люди, прекрасно знающие, например, что цикл производства какой-нибудь техники составляет несколько лет, и процессы запущены, и, условно говоря, ближайший год все равно, что бы ты ни делал, физически это не будет сделано, каждые там два-три дня кричат, почему этого до сих пор нет. То есть мы понимаем, что это откровенное вредительство, что так нельзя. Ну, как к этому относится государство? Очень просто. В его понимании есть психологическая больница. Если человек очень неадекватен, к нему выезжают санитары. Ну, как санитары? Психиадрическая скоропомощь, психиатр, терапевт, санитар, и увозят его, и помещают в палату. Ну, назовем это вот так, вот можно назвать это, некоторые называют это сетки телеграммные, некоторые называют еще как-то вот палата. И люди в этой палате живут своей жизнью, собираются, друг с другом соревнуются, практически не трогая общество вне. Поскольку, как бы, большей части все-таки это уже не касается. И за ними просто идет надзор. У них интересная жизнь. Они искренне, вот если их послушать, каждый из них уверен, что они сотрудничают с администрацией. Да, это правда. И Лубянка за ними следит. Это я обожаю. Да-да-да-да-да-да-да. То есть, как бы, там количество, ну, иммунная система, это отдельный разговор, как она работает. В общем, каждый из этих палат живет в логике, у них есть связь с администрацией. Ну, как есть. Понимаете, кому-то главный врач заходит периодически, идя в свой кабинет, чтобы пожелать пить пилюльки, вести хорошо себя, и говорят, что хорошее, доброе утро. Кому-то интерны заходят покурить в дальнюю палату, чтобы на улице не бегать. Кому-то отремонтировали окошко, а поскольку оно выходит на центральную улицу, надо вот делать. И эти люди искренне вот переживают, вот эти вот строят схемы, рассуждают о башнях Кремля, о интересах. На самом деле, есть просто администрация, которая делает работу, которая изолирует их ограниченно от общества. И если они, собственно говоря, слишком начинают выдергиваться, их переводят в стационар, ну, как бы, на стационар уже в изолятор отдельных. А остальные, да, не живут, их никуда не денешься. Ты не сможешь ничего с ними сделать. И вот так у нас происходит. И вся эта информационная повестка, надо просто вот с ней работают, их успокаивают, что-то делают. Этих уберешь, появятся новые. Все равно в обществе есть какой-то процент людей, который всегда недоволен. Это нужно, ну, как, нельзя полностью избавиться от преступлений. Всегда малый процент их будет, нужно их минимизировать, загнать в какие-то рамки, но они есть. Тут то же самое. Вы никуда не уйдете от экзальтированных граждан, которые очень примитивно узко смотрят на мир, которые не управляли никогда коллективами людей, не понимают сложности, но которые являются риторами, например, или уличными трибунами, и которые начинают заводить толпу. С ними нужно работать. Вот это ключевое. Смотрите, одно дело, когда у нас бегала толпа там по улицам на несогласованных митингах адепты Алексея Навального, признанного при жизни иноагентом, я напоминаю. Это одна история. Тут у большинства россиян был некий консенсус, что вот эта беготня по улицам, она неприемлема, что это на деньги Госдепа и прочих-прочих, и что они, ну, говоря простым языком, враги народа. Все-таки большинство были в этом консенсусе. Но как только мы начинаем трогать наших буйных турбо-патриотов, это я все закавычное беру, тут начинается немножко другая история, потому что начинается там один тезис. Вася Пупкин или Маша Пупкина, да они гуманитарку за ленточку возили. Или там второй момент. Да, там Вася Пупкин за нас воевал, там, например, полгода или там год действительно служил, действительно воевал и прочее-прочее. И с ними уже тяжелее. И общество реагирует не так однозначно, как на хомячков Навального. Вот как с этим быть? С точки зрения властей реакция общества контролируется, управляется, и все в рамках нормы. Тех, кто не в рамках нормы, их в изоляторах. Собственно говоря, то, что сейчас происходит именно с точки зрения недовольства, градус накала, все равно есть пласт людей, которые будут в этом нуждаться. Которые нуждаются вот в таких вот истериках, криках, воплях, которые не могут без этого жить. Да, им их оставляют. Плюс, давайте четко понимать, что большая часть вот этих вот людей, которые кричат, возмущаются, они в какой-то момент очень серьезно напортачили. Кто-то гуманитарку не довез, кто-то решил, что собранные деньги на машину, да, они нужны ему и еще много каких-то вещей. В свое время тех же, мы помним историю, когда мафию в Соединенных Штатах закрывали, вот известные периоды еще расцвета итальянские мафии, их закрывали за выплату налогов, за расходы. Не потому, что это можно доказать и все. Вот на всех этих ребят что-то да есть. Они уже много чего напортачили, поскольку исходя из сложности понимания ими мира, запустить руку в церковную кружку для абсолютного большинства, к сожалению, является нормой. Поэтому органы, я думаю, прекрасно понимают и очертили им критерии доступности и недоступности. Ну, а теперь представьте себе ситуацию. Вот люди, они считают себя великими, считают себя властелинами, четвертой властью и прочее. И тут им звонят из той же администрации какая-нибудь девочка-секретарь говорит, у нас прошло совещание, вот повестка дня, будьте добры. И все. И они вынуждены этому подчиняться, поскольку все-таки система работает так, как есть. Они не могут жить вне государства. Они давно уже в эту государственную систему встроены, какими, какими они есть. Да, мы прекрасно понимаем, что они себе много чего думают, но такие люди в любом случае будут. Давайте понимать, что с точки зрения того, кто вот это вот все, это просто психиатрическая больница, с которой тоже нужно работать. Нельзя их никуда деть. Их нельзя вылечить всех. Если бы можно было просто сделать волшебный укол, и человек стал нормальный, у него вот все это пропало, тут же бы всех прокапали, прокололи, отпустили бы обратно. Но, к сожалению, люди, они такие. И нам приходится работать именно с теми, с кем есть возможность, ни более, ни менее. По этой части сейчас будет финальный вопрос. У нас где-то полторы минутки останется. Вот три кандидата на пост президента. Владимира Путина мы не берем, я думаю, тут всем все понятно, да? Я имею в виду Слуцкого, Хритонова и Даванкова. Насколько я понимаю, у них ведется глобальная борьба за второе место, потому что, ну, видимо, они считают, что это второе место будет как-то дальше открывать им какие-то политические горизонты. Вы согласны с этим? Да нет. Скажем так, это такие внутренние расклады, внутренние рейтинги и не более. Плюс у меня есть подозрение, что двое из троих искренне хотят, чтобы у них было поменьше, и про них не вспоминали, и никуда не лезли, и ни в коем случае и будут говорить, что... Понимаете, фактически речь идет о том, кто не согласен с Владимиром Владимировичем Путиным. И если у тебя большой зазор с ним, то, соответственно, как бы рейтинг будет выше, чем у него. А эти всегда, у кого небольшое, могут сказать, что наши аудитории, люди, которые нас поддерживают, они полностью согласны с проводимой политикой, как и мы лично. Поэтому, ну, друзья, какие к нам вопросы, мы абсолютно лояльны, мы абсолютно соответствуем линии партии. Да, с этим я согласна, единственная возмущена. Товарищи политтехнологи, работающие на этих выборах, российские политтехнологи, возьмите себя в руки. Мы, конечно, все все понимаем, но от контента, который вы сейчас запиливаете, как предвыборные там ролики, или агитационные ролики, или промо-ролики, что надо идти голосовать, у меня волосы дыбом. Пожалуйста, либо ничего не делайте, либо делайте как-то покреативней. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим. Фридрих Шоу в главной роли Мадана Фридрихсон при участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Слушайте, ну я уж, коль уж пробросила, Андрей Юрьевич, вы уж меня простите, тоже вам задам этот вопрос. А то я так перед рекламой это сказала, а никто ничего не понял. Меня искренне возмущает вот эта предвыборная сейчас агитация. Ну вот, например, сейчас по интернету ходит ролик. Значит, почему надо идти голосовать? Да, вот важная тема на самом деле. Какие-то мужики на какой-то вечеринке, пьянка-гулянка, музыка, и тут из торта выпрыгивает некрасивая девушка, как мы понимаем, а какой-то мохнатый шмель. Ну, мужик в образе шмеля. И, соответственно, мужчины в шоке, смотрят на друга, типа, это что такое? А он говорит, ну вы же не проголосовали. И вот тут у меня как бы думаю, ребят, господи, второй год СВО. У нас что, других каких-то вдохновений нету, чтобы продвинуть идею, что надо идти голосовать? Почему надо опять брать пьянки, гулянки и намек на баб выпрыгивающих из тортов? Ну, у нас нет других креативных людей, а те, что были воспитаны еще в предыдущую эпоху. Собственно говоря, мы видим по-хорошему профнепригодность и непонимание политического контекста у людей, которые вот это все придумали, сделали, отсняли и согласовали. Ну, понимаете, у нас как, долгое время у нас была линия раздела либералы и патриоты. То есть, одни выступали за Запад, говорили, только там все хорошо, другие нет, Россия тоже хороша. Все замечательно. А потом прошел еще раскол. И мы выяснили, что среди людей патриотических есть разные направления. Есть, например, люди, которые на консервативных ценностях, традиционных, а есть люди, которые на либеральных ценностях, но за Россию. В чем происходит разница? Когда, например, либералы говорят, у вас нет прав человека, там свобод и прочее, консерватывают, ребят, нам на ваше понимание прав человека неинтересно. У нас вот в права человека, например, входит доступ к лесам, доступ к рекам. Как сказал в свое время в конце 21-го года Владимир Иванович Путин, когда его спросили, является ли он либералом, он сказал, да, я либерал, я за свободу мысли. Ни слова, ни действия, а мысли. Причем это был настолько тонкий троллинг, что большая часть даже не поняли, о чем речь идет. То есть это даже не вольтеровская, это на самом деле христианская свобода, то есть фактически дана свобода воли человека, то есть вот это вот так было тонко, и не поняли. Вот консервативное одно, а либерал говорит, это у нас нет свободы слова, это у вас нет, мы можем говорить что угодно, и повторяют их же нарративы, но рассказывая, что у них этого нет, а у нас этого есть, то есть перестраивая. Вот по сути, добрая часть тех креативных ребят, которые есть, они как раз все самые либерал-государственники, которые либералы по мозгам, но государственники с точки зрения все для государства, для России. Не, вы знаете, Андрей Юрьевич, мне кажется, это просто отпрыски ЕГЭ, послушайте, вот даже то, что вы сейчас сказали, понимаете, это же очень важные темы, и с этим интересно работать людям, у кого есть мозги, то, что нужно, конечно, нашу, даже сегодняшнюю, молодежь агитировать, ходить и голосовать, я категорически за, но молодежь тоже разная, одни там коммунисты одевают пионерские галстуки, вспоминают товарища Сталина, другие слушают Моргенштерна и на агента, то есть есть с чем работать, есть что прикольное придумать для разных слоев российского общества сегодня. Нет, давайте вот эту тему баб из торта, ну, вот это, честно говоря, вот просто вымораживает, по крайней мере, меня и до тошноты, хотя я, судя по реакции в телегах, тоже. Короче, увольте тех, кто этот ролик снял и снимите что-нибудь нормальное. Давайте перейдем к делам наших... Пошлость не нужна, да. Да, но это просто плоско, иногда и пошлость бывает интересной. Монгруппа Ленинград имела большой успех на разных таких моментах, но это было интересно, а это, пфу, и растереть, и монтаж так себе. Я тут недавно занялась монтажом, поэтому немножко тоже понимаю это. О наболевшем. О наболевшем. Давайте немножечко про международные дела, которые, возможно, затронуты нас с вами, это истории Соединенных Штатов и Китая. Во-первых, тут стало известно, что Китай стал повышать расходы бюджета на оборону и повысил на 7,2%. Точнее, будет повышать в 2024 году. А также Китай перестал использовать формулировку мирного соединения с Тайванем. Как вы считаете, про что эти символы, сигналы? Поднебесная готовится к какой-то эскалации уже? Это действительно символизм, поскольку с точки зрения реальной экономики, я просто объясню, давайте на цифрах, что такое мобилизационная экономика. У нас тут крики, что у нас 3% КВП расходом выросли до 6%, ужас. Открываем статистику. Я люблю 1939 год, то есть еще до начала Второй мировой войны бюджет Британии сверстан был, расходы на оборонку, мирное время, 9% КВП, бюджет Британии. Во время войны он вышел за 40%. Вот это мобилизационная экономика, это подготовка к войне. То, что мы сейчас наблюдаем, когда европейские страны, НАТО пытаются вытянуть на 2% со скрипом, то есть 2 трети из них не могут. То, что мы наблюдаем 6% у России, друзья, с точки зрения предыдущих эпох, это абсолютно мирные ситуации. То, что Китай чуть-чуть увеличил, то есть как бы с точки зрения реального наполнения, это немного. С точки зрения символов, они сейчас планируют по чуть-чуть символы показывать, шаг за шагом пробуя, вот переступая линии, ища где возможно. Проблема в том, что времени нет. У них проблемы внутренние, дичайшие, у них, собственно говоря, как и у Америки, и 25-26 год, это будет годом выбора категории противостояния США и Китая. Будет ли это прямое столкновение, будет ли это война Китая и страны Антикитая, будет ли это силы прокси, будет ли это блокада. То есть это вот 25-26 год должны определиться. И они к этому идут. Собственно говоря, то, что, например, делается сейчас на Ближнем Востоке с перерубанием коммуникации по Красному морю, это проблема в основном не Соединенных Штатов. Это проблема Европе создаются и Китаю. А когда это еще сейчас перекинется в Персидский залив, и нефть будет, в любой момент можно будет отключить, проблем станет еще больше. Мы должны помнить, что также, например, Япония была вынуждена войти ввязаться в Вторую мировую войну, когда в середине 41-го года США ввели просто блокаду поставки нефтепродуктов из Мексиканского залива. Япония осталась без нефти. И у нее нефть, это Малайзия и Индонезия, то есть вступать в войну, нападать, поскольку это Британия. Вот мы понимаем вот такие вот расклады. То есть то, что сейчас есть, это попытки прощупывания, попытки разговоров, но то, что они обе стороны катятся к необходимости противостояния, не ядерного, именно конвенционального, это очень серьезно. Китаю не выжать в текущих условиях. У Китая проблемы, вот если вот суммарно, мы, я думаю, не успеем уже просто детально поговорить, но у Китая проблемы больше, чем у США и Европы вместе взятых внутренние. Настолько там называется, они очень долго не пытались их даже решать. Давайте основные, топ-5 таких проблем Китая, самых болезненных. Догоняющая экономика, то есть структура потребления в принципе не совпадает с структурой спроса, то есть когда начинаются перебои с внешними поставками, будут полностью перекрыты, ну целые провинции станут неудел, потому что они выпускают продукцию, которая внутри Китая не нужна. Китайцам для потребления там нужны холодильники, максимум, или лопаты, а им тут айфоны, машины, то есть уровень неоспособен надо выравнивать, и они не пытались это сделать. Дальше, соответственно, проблема экономика сильно перегрета, то есть долги нефинансового сектора хорошо за 300% ВП ушли, просто вот дичайшая нагрузка. Далее армия, да, она красивая, замечательная, как бы по финансам, но она не воевала. Я говорил в Минобороне, говорит, да, на уровне тактических подразделений, говорит, все замечательно, хорошо. Начинается оперативный, стратегический уровень, в принципе нет даже школы управления, то есть управление войсками дикое, неотлаженное, то есть то, что у нас происходило в начале, это будет мечта их, если они в это влезут. Причем даже, ну, операции толком нету. Проблемы с технологиями, да, у Китая есть технологии на одно-полтора поколения более старые, чем есть у развитых стран, но проблема в том, что военные технологии, они брали у нас, и когда говорят, например, Китай, Китай, Китай до сих пор не освоил двигатели для самолетов. У них самолеты пятого поколения летают на наших двигателях четыре минус, то есть экспортном варианте наших двигателей. Когда говорится о космической программе, да, у них есть РД-120 двигатели, это из Днепропетровска двигатели, но они летают на наших РД-170, а более новые мы им не продаем. Они даже на танки ставят, по сути, двигатели от аэродромных тягачей, ну, условно говоря, то есть, вот проблема именно науку двигать. Дальше у них очень серьезная проблема ресурса. То есть, вот, и вот это мы, когда начинаем, а, плюс очень дикая проблема этническая. Да, с точки зрения статистики 92% ханьцы, но когда мы говорим о китайских диалектах, по сути, райцы между диалектами, как между португальским языком и датским. Это диалекты. Они пишутся одинаково, да, вот, соответственно, а это 7-10 этих диалектов, и проблема еще в том, что северо-китайский диалект это всего 62%, это очень мало. То есть, это многонациональная страна классическая. И у каждого из этих южно-китайских народов, у тех, которые, по сути, именно народы, у них свои элиты. Те, кто работал с Китаем, они прекрасно знают, что если в корпорации меняются, например, представитель приезжает из одной провинции, там, южно-китайской провинции, там, Шанхай, Гонконг, там, еще как-то, там, Ухань, он полностью перестраивает все связи. У них очень, и если начинаются сложные социальные проблемы, это все начинает разлетаться, и у этих провинций, у этих народов есть свои элиты, которые сейчас общекитайские, но не очень быстро раскалываются. То есть, вот это уровень напряжения, и Китай все свои проблемы консервирует. То есть, там, где нужно было банкротить, они за счет общих ресурсов поддерживают, то есть, у них происходит не обрушение части, а вот потихоньку все чуть-чуть падают. Это хорошо в кризис, вы держите все, но во время катастрофы, к которой мы идем, то есть, более глубоко, это в какой-то момент разлетится все полностью, то есть, как вот большая тарелка падает на твердую поверхность и разлетаются в осколки. Вот это проблема Китая. И для того, чтобы их решить, им нужны экспансии, им нужно взятие под контроль окрестных территорий, причем это не Тайвань даже, и это не Сибирь, не Средняя Азия, им нужен, во-первых, Малайзия, весь Индокитай, Индонезия, им нужен через Пакистан выход к Персидскому заливу, и им нужно, по сути, уничтожить соседние экономики Японии, Южной Кореи, еще и Вьетнама желательно, чтобы они не были конкурентами. И вот тогда Китай выживает легко. И вот теперь, просто посмотрите, какая сложная задача стоит у Китая в ближайшие годы, и он ее никак ни по-другому уже не может решить. Ну, то есть, эскалация неизбежна, видимо. Хорошо, будем наблюдать, спасибо огромное. Если они не сдадутся, если они не сдадутся, или Китай, или США могут сдаться, давайте понимать, что тоже такой вариант есть. Ну, так или иначе, держим руку на пульсе. Спасибо огромное. Андрей Школьников, геостротег, корпоративный стратег, был сегодня на волнах радио «Комсомольская правда». Андрей Юрьевич, огромное спасибо, было невероятно интересно. Друзья, обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, в том числе на телеграм-канал Андрея Школьникова, геостротег. Правильно он называется, дай бог памяти? Да, большими буквами по-русски. Большими буквами, обязательно подписывайтесь. Я думаю, всем вам будет, что там почитать. Спасибо всем, увидимся, услышимся на волнах радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Радио КП. Срочно о важном.